Объективный анализ военно-политической обстановки. В Министерстве обороны идет совещание с участием главы государства. Первый посыл – нет никаких чрезвычайных обстоятельств. Беларусь не дает повода для домыслов в части военных приготовлений. Вместе с тем адекватно реагирует на обострение обстановки у границ. Запад развернул активную поддержку киевского режима, тем самым усугубляя конфликт. И США, и европейские страны продолжают поставки техники, часто старой и ненужной. Военное действие на чужой территории – снова бизнес-проект с Запада. Как мы это уже неоднократно наблюдали. Мы знаем о систематических поставках Соединенными Штатами и другими странами НАТО через польский аэродром Жешу, вооружение и военные техники. Ежедневно туда прибывают около десятка, порой больше, американских транспортных самолетов. Ряд европейских стран пытается показать свое участие в помощи украинской армии и направляет ненужную им старую технику и оружие. Проводит так называемую утилизацию. Цель этих действий ясна и понятна. Штаты хотят ослабить или вовсе убрать с международной арены России и ее союзников. Подобраться ближе к своему главному конкуренту – Китая. Одновременно усилить зависимость Европейского союза от Соединенных Штатов. Сегодня в Европе расположена 35-тысячная группировка войск НАТО. 25 тысяч из этого контингента убила русских границ. Всего в десятках километров концентрируют силы Литва, Латвия и Польша. Это видят и учитывают наши военные, как и украинскую 11-тысячную группировку. В медийном поле активизировались беглые радикалы. В таких условиях мы должны быть готовы к любым вариантам развития событий и объективно оценивать угрозы.